Мне кажется, что Владимир Владимирович Путин якобы, конечно, выдвинул идею нас. Путин один идею не выдвигает, то есть это может быть только кабинет президента и официальный Кремль. Я полагаю, что Сноуден один из тех беглецов, которые в нашей реальности не приживутся просто потому, что наша реальность не позволяет таким образом абстрактно высадить. На данный момент мы сами свою стратегию еще до конца не отработали. В мировом сообществе кто мы, новое сильное государство, или мы государство, которое занимается сплетнями, собирает эти сплетни и пытается каким-то образом за счет этого выжить или собственную безопасность разбить. И поэтому, поскольку сейчас речь идет об общей безопасности России, в этом отношении Сноуден очень маленькая фигура. А вот в отношении всего мирового сообщества, наверное, это тот возбудитель, и он очень близок мне по сердцу, возбудитель кота, та мышь, которая не должна ему давать спать и расслабляться, для того, чтобы мировое сообщество могло и не только относительно государственного аппарата существовать, выживать и находиться в таком хотя бы относительном балансе сил безопасности, но и общество не должно чувствовать рецидива в свою сторону со стороны государственных структур. Вот если по Конституции, то Сноуден тот, кто как раз ее пересматривает, если так называть мировую конституционную мораль, он дал возможность пищить для ума очень многим о том, что все-таки существует глобальное прослушивание, существует некое внедрение в частную жизнь инициативу, и это очень немаловажный вопрос. И пока он транзитный человек, мы можем транзитно о нем и мыслить. То есть очень сложно сказать, кто он реально для нашего, скажем, общества, а для мирового сообщества это тот самый возбудитель, о котором я сейчас сказал.